Жёсткие 90-е. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моего водителя, да? Приезжает милиция и скорая. Госпитализирует 8 случайных прохожих, получивших ранения. Официальная история нового С-класса, с которым Mercedes-Benz шагнул в 90-е, началась в марте 1991 года на автомобильном салоне в Женеве. Именно там показали новинку широкой публике. Но премьера эта случилась гораздо позже, чем было запланировано изначально. Работы по новому С-классу велись с 1981 года, а плановый дебют должен был состояться в 1989. Но вмешался баварский концерн. В 1987, через год после старта новой 7-й серии с заводским индексом Е32, под капотом этой машины появился двигатель V12, первый серийный мотор такой конфигурации в послевоенной Германии. Он привлёк внимание и публике, и автомобильной прессы, и, конечно же, потенциальных покупателей. И Дамлер-Бенц, старейший и мощнейший производитель автомобилей, к такому повороту оказался не готов. Выставлять новый представительский автомобиль лишь с V-образными восьмёрками, как планировалось изначально, означало сразу встать на ступеньку ниже BMW, какой бы совершенной не оказалась новая машина. И в Штутгарте в срочном порядке форсировали работы по своему двигателю V12, решив делать его 6-литровым, в пику баварским 5-литром. Но сама машина была уже готова к запуску в производство. К 1989 году уже и предсерийные прототипы засветились, и пресса пристально следила за происходящим. Поэтому уже в январе 1990 года на обложке немецкого журнала Automotor und Sport появился 600-й. Пока, правда, лишь в виде рисунков, отдалённо похожих на реальный автомобиль. По слухам, Mercedes пытался успеть к осеннему парижскому автосалону 1990 года, но инсайдеры сообщали о затянувшихся работах и прогнозировали март 1991-го и Женеву. Так оно и случилось. Сыграл свою роль в этой пьесе и среднеразмерный Mercedes-Benz V124, что дебютировал в 1984-м. Та машина оказалась очень дорогой в разработке, с запуском в серию в итоге немного поспешили, и получили мощный поток претензий по качеству новой машины. Повторять это со 140-м не было никакого желания, поэтому первые машины, сошедшие с конвейера, продолжали откатывать в режиме жёстких испытаний, рассказывая журналистам, что вот-вот свет увидит лучший автомобиль в мире. Ситуация осложнялась не только ростом популярности свежей седьмой серии BMW. К тому времени подоспели ещё и японцы со своими Lexus и Infiniti, да и Jaguar укрепил свои позиции после финансовых вливаний от Ford. Поскольку автомобиль был уже, по сути, готов, в прессу сливали кое-какую информацию. Например, о размерах грядущей машины. Автомобиль ведь был огромный, 5,25 в длину, 1,88 в ширину без учёта зеркал, 1,47 в высоту, да ещё и колёсная база ожидалась 3,18 метра. Это было на 13 сантиметров больше, чем у Rolls-Royce. Причём изначально, делая огромный автомобиль, разработчики думали обойтись одной большой версией. А флагманский 600-й планировалось ещё и выделить совершенно иным оформлением передней части машины. Причём обсуждение облика передка шло вплоть до начала серийного выпуска. Обсуждали и сглаженный стиль в духе больших купе SL, и даже хотели было отказаться от классической хромированной облицовки и прицела сверху, поставив интегрированную решётку с огромной фирменной звездой по центру. В итоге в серию пошёл единственный вариант облицовки, который делали изначально под 600-й. Он достался всем вариантам нового S-класса. Правда, размах пришлось немного умерить. В итоге всё же выпустили короткую версию с колёсной базой 3 метра 4 сантиметра. Но не поступились высотой крыши в районе задних сидений. Эти размеры задали непростую задачку главному дизайнеру Мерседеса Бруно Сакко. Из мастодонта надо было сделать привлекательный Мерседес. Да ещё и аэродинамики стояли за спиной, скругляя и загибая линии кузова. В середине 80-х никак нельзя было отвлечься от сопротивления воздуху. Коэффициент аэродинамического сопротивления заранее объявили 0,30, что было общепринятым для 80-х рубежом, заданным в начале десятилетия автомобилем Audi 100. Но отдельно и подробно оговаривали, что для Мерседеса важнее комфорт и удобство, чем эти цифры. Занятно, что за пару лет до дебюта машины ходили слухи, что стёкла на новинке сделают сплошным куполом, покрывающим боковые стойки. В реальной жизни до этого не дошло, конечно. При этом S-класс должен был органично вписаться в модельный ряд, продолжив линию V201 и V124. Бруно Сакко оставил, конечно же, задние фонари характерной формы и свои доски по бокам машины, пластиковую обшивку нижней части. Уже в 1989-м, помимо коэффициента аэродинамического сопротивления, был известен и вес будущей машины – минимум 1850 кг, а с набором опций гарантированно больше двух тонн. Свою роль в этом играли как двойные стёкла немалого веса, их специально протянули вниз, увеличив площадь остекления ради лучшей обзорности, так и дополнительное оборудование, вроде отдельной системы отопления и вентиляции для задних пассажиров, телефона или факса. Ну и, конечно же, огромный и тяжеленный двигатель V12, объёмом 6 литров и мощностью, которую задолго до дебюта машины озвучивали 400 лошадиных сил. Плюс адаптивные амортизаторы, противобуксовочная система, задняя многорычажная подвеска, совершенно новая передняя подвеска. Забавно, что машина чуть ли не вплоть до самой премьеры планировалась на 15-дюймовых колёсах, и только в последний момент решили ставить 16-дюймовые, что потребовало дорогостоящей переделки колёсных арок, крыльев и тормозов. К тому времени кузовные штампы и производственная оснастка были уже заказаны, что тоже скажется на цене этой машины. Но VS-класс будет заметно дороже предыдущего поколения. Очередной раз V140 появится на обложке немецкого журнала в середине 90-го года. Это будет подретушированный снимок закамуфлированного прототипа, но информация о 600-м станет более точной. 409 сил, 5 метров и 11 сантиметров длины, и это было на 20 сантиметров больше 7-й серии BMW, да и вообще, со времён 600-го Пульмана родом из 60-х, таких огромных машин Mercedes не делал. Причём уязвлённые 12-цилиндровым BMW инженеры из Штутгарта не применули отметить, что мощность их двигателя в киловаттах превосходит мощность баварского мотора в лошадиных силах. И даже заметили, что BMW из своего двигателя сможет выжать лишь 30-40 лошадиных сил дополнительно, так что их новый Mercedes они не догонят никак. Вольфганг Райцли, что стоял за разработкой всех новых машин BMW тех лет, в гонку вооружений ввязываться не собирался. Мощность Mercedes для дорожной машины считал избыточной, а сам баварский концерн 4 года успешно продавал свои 750-е машины, пока Mercedes собирался с духом и готовился к премьере весной 1991 года. Диапазон цен, правда, озвучили за год до дебюта нового С-класса. Это было от 80 до 200 тысяч немецких марок. Хотя, конечно, набор опций был огромным, и за 200 тоже можно было перевалить легко. В общем, за год до Женевского автосалона интересующиеся новинками автолюбители уже почти всё знали о машине. И о новой передней двухрычажной подвеске, которая в сочетании с подрамником должна была максимально изолировать пассажиров от дорожных неровностей. И о том, что сзади Mercedes поставил многорычажку, которую изначально спроектировали для 190-го Mercedes, потом применили на 124-м, а теперь эта схема добралась и до С-класса. Сзади тоже, кстати, поставили подрамник. Да и вообще, в ходе разработки новой машины Mercedes на полном серьёзе исследовал возможность создания современной рамной машины для пущего комфорта. Ограничились в итоге двумя подрамниками. А в 90-м даже размерность резины была уже известна. На машины попроще ставили шины шириной 225 мм, а на 12-цилиндровую версию — 235. Плюс новейший АБС с более высокой частотой работы, и даже про шильдик V12 на задней стойке уже было известно. Исследования рынка показали, что немецкий потребитель после нескольких лет экономического роста уже дозрел, чтобы демонстрировать свои успехи окружающим. Ну а реальные фотографии машины и точная официальная информация появятся в журналах в декабре 1990-го года. Диапазон мощности двигателей будет обозначен от 231 силы до 408 у V12, а цена так и останется в пределах от 80 до 200 тысяч немецких марок. Отказались от индивидуального оформления передка старшей версии, чтобы не привлекать излишнего внимания. Но размеры этой версии с индексом 600 SEL были и сами по себе выдающимися. Длина 5,25 м, ширина 1,88 м, высота 1,47 м и колесная база была 3,18 м, так и на 2 см больше, чем у Rolls-Royce. Причем SEL называли обычной версией, а укороченный на 14 см S-класс даже в продаже должен был появиться немного позже. Раз люди поколение за поколением становятся больше и выше, значит и машины должны за ними поспевать. Так Mercedes обосновал габариты своей новинки. Статистика действительно показывала, что с 1965 до 1985 года средний рост увеличился на 46 мм. Mercedes же ставил перед собой задачу разместить с комфортом четырёх пассажиров ростом 190 см. 600 SEL весил в итоге 2 тонны 200 кг, из которых 290 приходилось на двигатель. Максимальная скорость была ограничена на уровне 250 км в час, а без ограничителя могла быть 290. К тому времени зелёные уже начали закидывать претензиями автопроизводителей, так что и Мерседесу досталось. Но и ему было что предъявить. Новый 6-литровый V12 был уже переусложнён во славу экологии. И рециркуляция выхлопных газов, и самый большой в мире каталитический нейтрализатор, который разогревали при холодном пуске, и оптимизированные под сокращение выбросов настройки двигателей. Плюс отсутствие фреонов в холодагенте и пластиках, порошковый огнетушитель, маркированный под переработку пластик, в общем, Daimler-Benz неплохо подготовился, чтобы ублажать зелёных. А для рынка США, и только для него поначалу, был турбодизель объёмом 3,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В начале 90-х дизель ещё не считали угрозой всему живому, так что с точки зрения норм по выхлопу, этот маломощный дизель был очень зелёным. Мерседес-Бенц этот был так напичкан новыми технологиями, что на их описание требовалось несколько журнальных разворотов, от кан-шины до четырёх распредвалов или отопителя, который продолжал работать 20 минут после выключения двигателя. Причём из 20-х годов 21-го века уже сложно оценить многие опции или технологии, которые за прошедшие 30 с лишним лет стали общепринятыми даже в самых дешёвых машинах. Но в 91-м было важно, что центральный замок закрывает и окна с люком, или что машина имеет боковые зеркала с электроприводом и складыванием. Впрочем, и нынче доводчики дверей, например, так и остались приметой дорогих автомобилей. А вот выезжающие антенны из задних крыльев, которые играли роль парктроника, это забавный технический курьёз. На самом В-140 эти рога вскоре уступят место уже привычному для нас ультразвуковому парктронику. Вообще, надо отметить, что новый С-класс разрабатывали в начале 80-х. Первые макеты в натуральную величину сделали в 84-м. Утвердили облик машины в 86-м, а ходовые прототипы поехали на испытания в середине 1987-го года. С учётом задержки, машина, что дебютировала в 91-м, должна была в итоге продержаться на конвейере до 99-го года. И конструкция, и оснащение должны были опережать время на годы. Опытных образцов построили 70 штук. 13 из них разбили на краш-тестах, добавив потом ещё 10 предсерийных машин, которые грохнули в 90-м. Испытания в общей сложности вылились в 5 миллионов непростых километров. А для проверки нового двойного остекления машины ездили в Анды, где с морозного перевала высотой 5200 метров спускались в тропические джунгли. Так проверяли, не запотеют ли стёкла в реальной жизни. Машины ездили и на севере Швеции, и в Канаде, и в долине смерти в США, и в Кении, где убитые дороги и дикая жара хорошо подходили для испытаний как ходовой части с кузовом, так и для проверки климатической системы новой машины. Ну и, конечно же, немецкий Нюрнбург-ринг. По результатам заездов на этой известной трассе пришлось внести серьёзные изменения в геометрию подвесок, чтобы превратить машину из боржи, если не в спорткар, то в приличный автомобиль. Немцы, правда, писали про линкор, но суть от этого не меняется – первые прототипы плавали по трассе посредственно. По результатам испытаний на Нюрнбург-ринге на машину и поставили колёса размерностью 235-60-16 вместо изначальных 215-65-15, как и более мощные тормоза. Причём эти изменения вносили уже в 1988-м, когда подготовка к производству шла полным ходом, и стали эти доработки золотыми. Каким же получился автомобиль? Немецкие журналисты заполучили машину в руки сразу после официального дебюта и откатали 600 SEL в марте 1991 года. И отметили, прежде всего, комфорт и новые сидения. Регулировка передних таки вообще поражала. Можно было изменить глубину посадки с помощью надувной спинки. Журналисты задавались вопросом, почему никто этого не сделал раньше. Задние сидения тоже были комфортны, разумеется, а высокая крыша и расточительный простор создавали впечатление гостиной на колёсах. При этом к новым техническим нюансам, вроде доводчиков дверей и крышки багажника или тем более к выдвижной ручке багажника, журналисты отнеслись скептически. Двери и так закрывались мягко и плавно, а уж рукоятку багажника таки вообще назвали красивой шуткой. Рога, что выдвигались сзади, тоже не особо оценили. Правый перекрывался подголовником, да и вообще они не снимали проблему с обзорностью назад при парковке. Зато похвалили стеклоочистители. Одинарного, со сложной траекторией, как Мерседес делал на меньших своих машинах, уже не хватало на такое огромное ветровое стекло, так что его дополнили маленьким обычным с пассажирской стороны. Получилось очень хорошо, причём и на высоких скоростях тоже. А боковые стёкла, благодаря продуманной аэродинамике и отводу воды с лобового, оставались чистыми при любой погоде. Похвалили объём и форму багажника. Рабочее место водителя назвали очень продуманным. Пожурили Мерседес за отсутствие мест для хранения мелочей в салоне и особо отметили систему климата. Но тут же вспомнили про давнюю традицию Мерседеса продавать длинный список дополнительного оборудования за отдельные деньги. Обогрев сидений надо было оплатить отдельно, несмотря на 200 тысяч марок, что просили за этот автомобиль. На ходу большой новый Мерседес был, конечно, удивительно хорош. Двойные боковые стёкла изолировали от шумов, подвеска поглощала любые неровности на малых скоростях. Внутри машины не было ни толчков, ни вибраций вне зависимости от дорожного покрытия. И несмотря на внушительные размеры, 600-й был лёгок и прост в управлении, причём даже на извилистых дорожках. Тяжёлая заднеприводная машина проявляла лёгкую недостаточную поворачиваемость, а от срыва в занос при неосторожном обращении с педалью газа страховала система контроля тяги. Отличные тормоза легко справлялись с машиной весом почти 2,5 тонны, не теряли эффективности при частых торможениях с высоких скоростей, а сама машина стояла на скоростной прямой, как влетая, что вместе с шумоизоляцией и комфортной подвеской маскировало реальную скорость. На 200 км в час было вполне комфортно, а 240 воспринимались как 180 в других машинах. Причём динамика в диапазонах, обычных для автобана, от 80 до 200 была великолепна, машина просто следовала за педалью газа вне зависимости от начальной скорости, немецкие журналисты даже назвали возможности машины запредельными. Так что, может, конкуренты из BMW и были правы, говоря об излишней мощности нового Мерседеса. А журнал Automotor und Sport ещё и масло в огонь подлил. Писал, мол, если вы ожидали плавной, мощной тяги и явного отличия от V-образной восьмёрки, то вас ждёт разочарование. И при разгоне в пол мотор вообще можно было заподозрить в том, что он шестицилиндровый, а вот шума могло бы быть и поменьше. Взрывного темперамента, несмотря на 408 сил, не случилось. Зато благодаря огромному крутящему моменту и удачной четырёхступенчатой автоматической коробке тяга в штатных режимах была достаточной всегда, а переключение – плавными и незаметными. Но за этот высочайший уровень надо было платить. И доплатой в 75 тысяч марок в сравнении с восьмицилиндровым пятисотым и расходом топлива шестилитровый двигатель пожирал 20 литров, а получить расход меньше 18-ти можно было только поставив себе именно такую цель – экономить бензин. Несмотря на некоторые недостатки и вопросы, шестисотый назвали выдающимся автомобилем. Заодно отметив, что развитие автомобиля вообще приблизилось к пику и достичь чего-то сверхъестественного можно только сверхъестественными усилиями, габаритами и ценой. Откатали они, конечно, и более скромные версии. Про пятисотые написали, что он вполне мог бы взять на себя роль флагмана, если б Mercedes не сделал шестилитровый V12. Его 326 сил были все равно больше, чем у пятилитрового BMW. Он должен был разогнать машину до сотни по заявлению производителя за 6,7 секунды против 6,1 у шестисотого, а по соотношению цены и качества был очень привлекательным вариантом. Базовая цена машины с таким двигателем была 116 тысяч марок. 400-й, своеобразной восьмеркой объема 4,2 литра, развивал 286 сил, стоил 108 тысяч марок в базе, разгонялся до сотни за 7,6 секунды, но максимальная скорость безо всяких ограничителей была 245 км в час. А на газ машина реагировала немного вело. Но этот автомобиль был все равно мощнее и быстрее, чем топовый S-класс прошлого поколения с индексом 560 SE, а в недостатки записали только шум двигателя. Но входным билетом в новый высший класс был автомобиль с шильдиком 300 SE и шестицилиндровым двигателем мощностью 231 лошадиную силу. Он разгонял машину до сотни за 8,9, максимальная скорость была 230 км в час, но и стоил он в базе лишь 87 894 немецких марки. За пятиступенчатый автомат надо было доплатить еще 5 тысяч, все же не по классу было орудовать механикой на такой машине. Но в целом автомобиль оставался все тем же новейшим S-классом от простора и комфорта в салоне до шумоизоляции. Занятно, что чуть позже журналисты проверят цифры Мерседеса и окажется, что 500-й едет до сотни в 8,2, а не 6,7, 400-й 9 секунд вместо 7,6, а 300-й так и вообще 9,8 вместо в 8,9. Так что разница с 600-м и его 6,1 секунды до сотни у всех младших версий была заметно больше, чем по данным производителя. Но сравнивать Мерседесы между собой можно, когда принципиальный выбор уже сделан. Поэтому в следующем же номере немецкие журналисты поставили рядом BMW 750 EL и Мерседес 600 SEL своеобразными 12-цилиндровыми двигателями. Ведь надо было срочно выяснить, есть ли шансы у баварской машины перед конкурентом, который превосходил ее по всем параметрам, от размеров до мощности и сложности. 5 литров против 6, степень сжатия 8,8 против 10, 300 лошадиных сил против 408, 450 ньютон-метров против 580. Но и цена – 138 тысяч в базе против 198 с хвостиком. На фоне такого подавляющего преимущества мощности, даже лишние 360 кг у Мерседеса не имели никакого особого значения. Он ехал до сотни 6,1 вместо 8,1 у BMW, а до 160 за 14,8 вместо 18,1. Правда, при интенсивном разгоне двигатель Мерседеса шумел даже немного больше, чем у BMW, но в штатных режимах оба двигателя были тихими и плавными, как и подобает уравновешенным 12-цилиндровым агрегатам. Правда, на высоких скоростях в BMW был заметен шум ветра, а двойные стекла Мерседеса изолировали салон от любых шумов более эффективно. Коробку передач Мерседеса похвалили за плавную работу, а от CTF у BMW и раньше критиковали, а уж на фоне новейшего конкурента моменты переключений стали еще более заметными. А вот ходовой части журналисты вообще посвятили лишь один абзац. Мол, оба немецких лимузина соответствуют самым высоким стандартам при уклоне в сторону комфорта у Мерседеса. Отметили, правда, противобуксовочные системы, которые у этих двух машин были уже в базе и которые страховали от ошибок водителя. Отметили нюансы в прохождении поворотов. Мерседес ехал более спокойно и уверенно, а BMW обеспечивал то самое удовольствие за рулем. Конечно же и простора внутри Мерседеса было больше. Сидения у BMW были уже, тверже, но при этом, конечно же, очень удобные в дальних поездках. Но вообще это были две принципиально разные машины. Мерседес шагнул куда-то далеко вверх со своими габаритами, простором и мощностью. И ни BMW, ни какой-либо другой производитель на этот уровень в 1991 году даже близко не претендовали. Да и не собирались, в общем-то. Auto Motor & Sport чуть позже сравнит разные версии нового Мерседеса с конкурентами и вердикт, в общем, останется прежним. Но это немецкие журналисты. Их же британские коллеги и журналы Автокар летом 1991 года тоже задались глобальным вопросом бытия, кто же сделал лучший автомобиль в мире. И собрали в одном сравнительном тесте Mercedes-Benz 600 SEL, BMW 750i, Lexus LS 400 и Jaguar XJ 12. И, в общем-то, уже в начале статьи вынесли похожий вердикт. 600 SEL был просто лучшим автомобилем из когда-либо созданных человеком. Они, конечно, разберут на атомы каждую машину, найдут нюансы в работе двигателей и автоматов, замерят динамику и проверят тормоза. Получат, кстати, 6,7 до 60 миль в час для Mercedes, что примерно на секунду хуже, чем намерили немцы. Но оценки поведения на дороге, комфорта, динамики, управляемости и качества в целом практически не будут отличаться от немецких. Невероятный и восхитительный, превосходный во всех отношениях и в устойчивости напрямую, и в поворотах, и особенно в демпфировании любых неровностей. Проворный и плавный, очень быстрый, позволяющий проходить связку поворотов в одном непрерывном движении, нейтральный баланс в скоростных виражах и отличная обратная связь. Это всё про Mercedes. Англичане, конечно, нащупали в вибрации тяжёлых колёс на неровностях, как и колебания кузова на волнах определённой частоты, но это были лишь нюансы на фоне конкурентов, которые оказались значительно ниже. BMW тоже отлично ехал, но серватроник лишал водителя части необходимой информации, а противобуксовочная система была более навязчивой, чем в Mercedes. Баварская машина была чуть шумнее и чуть подробнее передавала профиль дороги. А вот Lexus, по заключению британских экспертов, ехал даже лучше, чем BMW. Руль был более информативным, машина в поворотах была более проворная и лучше держалась за дорогу, а по плавности хода и шумоизоляции японец мог даже поспорить с Mercedes, если бы не шум шин, а не гудели на шершавом асфальте и шлёпали по неровностям. Это всё хорошо было слышно в салоне. Плюс подвеска японской машины на волнах вызывала сильные вертикальные ускорения, причём настолько сильные, что журналисты отогнали машину дилеру с просьбой проверить исправность амортизаторов. Jaguar был хорош, но заметно уступал конкурентам. А вот чем действительно поражал Mercedes, так это технологической насыщенностью. Англичане, конечно, прошлись по доводчикам дверей, это был уже перебор, но вот салонное зеркало с электроприводом или дистанционно складывающиеся боковые зеркала они оценили, как и возможность сложить подголовник заднего сидения или удобные передние кресла с невероятными диапазонами и возможностями регулировок. И дело даже не в пневмоподкачке подпора, а, например, в регулировке подушки отдельно от спинки, для высоких водителей это невиданная возможность получить поддержку бёдер. Но при этом заметили англичане слегка смещённое влево рулевое колесо электрорегулировками наклона и вылета, этот недостаток подправить было нельзя, конечно. Похвалили приборы, но отметили недостаток места для мелочи, да ещё и покритиковали управление кондиционером и бортовым компьютером. BMW был единственным автомобилем, который хоть как-то можно было сравнить с Мерседесом – удобные сидения, великолепная эргономика, но в целом классический баварский салон был теснее и скучнее, по заключению испытателей. Егор был элегантен, красив, но далеко не столь удобен, как немецкие салоны. А вот Лексусу досталось. Интерьер явно не соответствовал уровню машины, навевая мысли о базовой Тойоте Короле, несмотря на свою высокотехнологичную приборную панель. Но хуже всего было с сиденьями. Ни поддержки, ни удобства, и это была ахиллесова пята японского автомобиля. Внутри же Мерседеса могли вольготно разместиться два двухметровых персонажа спереди, причём откинувшись назад, а за ними легко и непринуждённо ещё двое таких же. В тестовой машине сзади стояли два опционных кресла, которые англичане назвали вообще лучшими задними сиденьями, которые они видели. Конкуренты после простора Мерседеса вызывали ощущение клаустрофобии, а удобно сидеть было лишь в BMW. Тестовый Мерседес вообще был богато оснащён. Раздельные задние сидения, независимый кондиционер для задних пассажиров, бортовой компьютер, дистанционное управление центральным замком, обогрев передних и задних сидений, но, что важнее, антиблокировочная система тормозов, электросидения и зеркала, система контроля тяги, отличная аудиосистема и противоугонка. BMW в общем не отставал, а бортовой компьютер англичане вообще назвали лучшим в классе. А вот Lexus, несмотря на богатое оснащение, удивил. Бортового компьютера у него вообще не было, как и обогрева сидений, а переднее пассажирское кресло не регулировалось по высоте. Зато аудиосистема была с 10-дисковым CD-ченджером. Бортовой компьютер Jaguar сравнили с изделием Синклера, да и музыка играла паршиво, а регулировка сидения водителя не работала. В общем, как и в самом начале англичане написали, Мерседес конкурентов разгромил полностью. Динамика суперкара плюс невиданный ранее комфорт и управляемость в классе представительских машин. Он не просто раздавил конкурентов, он поднял планку на уровень выше. Было, конечно, что покритиковать. Единственной удачей дизайнеров, например, назвали хорошо замаскированный размер машины. Вспомнили про смещённое рулевое колесо и то, что подвеска таки сдаётся на некоторых видах неровностей. Нашли недостатки в отделке, но самым важным недостатком была, конечно, огромная цена машины. BMW ехал как истинный баварский автомобиль, но был жёстче на ходу, двигатель шумел сильнее и, в общем, несмотря на размеры, мощность и цену, по-прежнему оставался автомобилем для водителя, который любит и умеет управлять машиной. Lexus, кстати, несмотря на свои недостатки, поставили на второе место. Плавность хода на малых скоростях и комфорт, причём относительно недорого, это, наверное, привлекало многих потенциальных покупателей. Старый Ягуар в этом тесте оказался скорее в качестве опорной точки для британского читателя, чем в качестве реального конкурента. Занятно, что более задорный и менее академичный британский журнал Car взял на тест более современный Ягуар, но с восьмию цилиндрами, обошёлся без BMW, а вместо него выкатил совсем другую машину – Bentley Turbo R. Эта статья вообще заслуживает полного и точного перевода. Британский Car во все времена славился резкими оценками, яркими текстами и не стеснялся в выражениях. При этом оставаясь высокопрофессиональным изданием, а все их вердикты всегда были обоснованы и понятны, хотя логика порой бывала и забавной. В континентальной Европе к тому времени ни Ягуар, ни тем более Bentley погоды на рынке не делали, а Turbo R так и вообще воспринимался не более чем перелицованным Rolls-Royce с огромным прожорливым старым двигателем, на который водрузили турбину от грузовика. И он победил. Эти британские журналисты всё-таки нашли лучшую машину в мире. Bentley Turbo R отлично ехал, не сильно уступая в динамике Мерседесу. Комфорт, шумоизоляция и настройки ходовой части были хороши. Старый трёхступенчатый автомат неплохо справлялся с неизвестной, но достаточной мощностью V-образной восьмёрки объёмом 6,7 литра. Но, что очень важно для покупателей экстремально дорогих машин, в нём было ощущение эксклюзивной вещи, кузова, может, и варили к тому времени на заводах ровер, но двигатель, трансмиссию и ходовую часть собирали вручную. На салон шла лучшая кожа, и при всей своей консервативности в облике и деталях это был уникальный автомобиль. К тому же британский, что тоже важно. Немецкие же журналисты проведут ещё много тестов нового большого Мерседеса, сравнят его младшие версии с конкурентами, и одним из них станет Lexus. Его выкатят против 400 SE. Две V-образные восьмёрки с четырьмя клапанами на цилиндр. Toyota с 3969 кубиков снимет 245 сил, а Мерседес из 4196 кубических сантиметров выдавит 286. Lexus, несмотря на свою безродность, был очень хорош, до появления нового С-класса, разумеется. На фоне которого японский автомобиль, оставаясь таким же плавным и тихим, просторным и довольно удобным, выглядел уже автомобилем среднего класса, а не высшего. Он ехал до сотни чуть медленнее, 9,6 против 9 секунд ровно, но не так хорошо управлялся. На коротких неровностях была заметна вертикальная раскачка, но ременный привод делал двигатель Toyota немного тише во всех режимах. И даже на высоких скоростях LS400 был на пару децибел тише Мерседеса с его двойными стёклами. Но в целом С-класс был больше, удобнее, комфортнее. И что важно, для автомобилей ценой около 100 тысяч немецких марок он был престижнее, трёхлучевая звезда тоже имела значение. Имиджевая ценность была гораздо выше, чем разница в цене. За Lexus просили 92 тысячи против 108 за Мерседес. Daimler-Benz продаст 406 717 экземпляров своего нового С-класса. Плюс на его базе сделают чуть позже Maybach. Сложно сказать, окупилась ли затянувшаяся разработка этого мастодонта, что претендовал на звание лучшего автомобиля в мире, но след в автомобильной истории В-140 оставил очень глубокий. Особенно на просторах бывшего СССР. В момент дебюта немецкого лимузина страна Советов была ещё жива. Даже до Ельцинского закона о свободе торговли оставалось ещё больше года. Но кооператоров и СП образовалось уже огромное количество. Появились первые официальные миллионеры, которые продолжали платить партвзносы со своих немалых доходов. Так что новейший С-класс в стране вызывал неподдельный интерес и у кого-то, даже вполне практический, уже в апреле, через несколько недель после дебюта в Женеве, свежий и огромный Мерседес-Бенц не только красовался в качестве экспоната на выставке Автосервис 91, но и вскоре бороздил уже столичные дороги, разгоняя Жигули с москвичами в Волге до редкие иномарки. Немецкая новинка была настолько представительна и тяжеловесна, настолько соответствовала моменту, что сразу же вписалась в бытие начала 90-х, незамедлительно став героем новостей и народного фольклора. Сложно придумать более яркую автомобильную примету тех времен, все остальные летали ниже и славились пожиже. 600-й был реальной вершиной, недостижимой как для других автопроизводителей технически, так и для подавляющего количества населения на просторах бывшего СССР финансово. Времена были яркие, случалось всякое, но случайных пассажиров на сиденье этого Мерседеса в те годы не было, 140-й даже поездил несколько первых месяцев своей жизни по дорогам СССР. При этом в 1991 году зарплаты у населения Союза были еще советские, доллары или дочь марки в руках мало кто держал, валютные статьи Уголовного кодекса отменят еще не скоро и даже бывшие комсомольские вожаки, быстро перекрасившиеся в кооператоров и только-только еще осваивающие обналичку через свои научно-технические кооперативы, а таких в таких деньгах и машинах чаще всего могли разве что мечтать. Да и писать в 1991 году о таких машинах было особо некому. За рулем хоть и поместил немецкую новинку на обложку, но мог в тот год лишь смаковать описание из проспектов. В августе того памятного 1991 года За рулем подробно рассказал об этой машине советским автолюбителям. Сам же Мерседес красовался на обложке журнала вместе с 12-цилиндровым двигателем. И эта картинка разошлась по СССР тиражом 2 миллиона 415 тысяч экземпляров, запомнившись многим читателям того журнала. Авторевью тогда только-только вылупились из икринки, машины по Дорожанскому начнут давать гораздо позже, и восхищение свое простеньким 140-ым экспертная группа Авторевью письменно выразит лишь осенью 1992 года. Весной 1994-го немецкому флагману подправят передок и корму, машина станет чуть более современной на вид, появятся более явные различия в оформлении между 600-ым и остальными модификациями С-класса, а летом 1996-го изменят еще пару штрихов. Задние поворотники, например, станут прозрачными, а не желтыми. Вообще, за годы выпуска машина будет постоянно изменяться технически. Через пару лет слегка придушат радиоэкологии двигатели, что сделает мощность 600-го меньше 400 сил, которые были так важны для рекламы в 1991-м. С 1993-го он будет развивать по паспорту всего 394 лошадиных силы. Да и вообще изменений будет масса, от увеличения длины задних рогов с 6,5 до 8 см, до замены их на ультразвуковой парктроник, от новой 5-ступенчатой коробки передач до датчика дождя и ксеноновых фар. Более широкой станет гамма двигателей. Вместо одного 300-го Мерседеса станет два варианта с двигателем 2,8 и 3,2, а в 93-м вместе со сменой системы индексов 400 SE станет более точным S420. Но при этом многие автолюбители, увидев 140-й, будут все равно называть его 600-м, вне зависимости от двигателей. И всем будет понятно, о чем речь. Это 140-й. Длинный Mercedes-Benz 140, кстати, формально носил индекс V140, а короткая версия была V140. В нем взорвали Березовского и в нем разбилась принцесса Диана. На нем ездил Ельцин и лидеры множества других стран. Этот Мерседес мелькал в телевизионных репортажах со всех уголков мира. Его снимали в кино, когда хотели сделать акцент на влиянии и достатке персонажа. На него ополчились зеленые, а Мерседес от греха подальше свернул работы по 800-му S-классу. Но в целом, в большинстве стран он был лишь одним из череды больших Мерседесов, каждый из которых принадлежал к определенной эпохе. Этот стал символом 90-х. Этими самыми 90-ми на просторах бывшего СССР уже много лет пугают родившихся в новом веке. Анекдоты про 600-ый Запорожец почти забыты, но сама эта машина прочно вошла в автомобильную историю и память народов мира. Тяжеловесный, экстремально дорогой, удобный и комфортный. Настоящий Мерседес. И возможно последний, который не стеснялся своего размера и статуса.